Муравленковский многопрофильный колледж закрыт на ремонт, но учебный процесс продолжается. Первокурсники посещают лекции в здании бывшего детсада Дюймовочка, а студенты со 2 по 4 курс учатся в стенах учебно-производственного комплекса. В 7.30 утра студенты едут на занятия. К месту учебы ребята добираются на общественном транспорте. Автобус заполнен до отказа. Пассажиры шутят в тесноте, да не в обеде. От конечной остановки до учебно-производственного комплекса чуть более 200 метров. Идут пешком. Учебно-производственная база – это современный комплекс, оборудованный по последнему слову техники. Здесь расположились 11 лабораторий и мастерских. Студенты, получив теоретические знания, тут же могут применить их на практике. Программы практико-ориентированные. Оборудование в связи со всеми программами закуплено очень много. Это также является программа образования, программа WorldSkills, программа профессионалитет, по которой предусмотрено приобретение большого количества оборудования для реализации образовательного процесса и профессионального цикла. К примеру, в этой инновационной лаборатории, к слову, такой нет ни в одном СУЗе региона, студенты осваивают премудрость этих обслуживания и ремонта автотранспорта. Условия для ребят, вы сами видите, здесь все абсолютно для подготовки именно специалистов для работы на предприятиях. То есть они востребованы, эти люди. Здесь они занимаются и электрооборудованием автомобилей, диагностику делают. Вот как сейчас ребята, например, мотористы, они разбирают двигателя, производят выбороковку, измерение деталей. То есть они полноценно занимаются и полностью готовы после колледжа. Конечно, пока основной корпус закрыт на ремонт, студентам и педагогам пришлось выйти из зоны комфорта. Но администрация ММК сделала все возможное, чтобы минимизировать неудобства. К примеру, расписание составлено так, чтобы группы были разведены по потокам. То есть утром на занятия одновременно едут не все студенты. В новых условиях ребята находят больше плюсов, чем минусов. Плюсы в том, что у нас появилось наконец-то новая база, новое помещение, именно рабочее, с новым оборудованием. И мы можем спокойно здесь учиться, работать и проходить практику. Минус в том, что я выпускная группа, последний курс. И на консультации после практики сюда будет сложно очень добираться. Для меня уже, считай, приближенные условия к рабочим. Поставили новое оборудование. Тепло, светло, очень удобно. Мне, честно, нравится. Минусы есть? Минус, может быть, только один. Сложно добираться по утрам, заполненные автобусы. Но это, я считаю, мелочи. Чтобы посмотреть, в каких условиях учатся ребята, сюда могут наведаться и родители. Лилия Бердникова – многодетная мама. Воспитывает восьмерых приемных детей. В ММК обучается уже третий ее ребенок. Честно говоря, я приятно удивлена. Потому что здесь очень чисто, очень свежий, хороший воздух. Здесь разделены зоны. И ребята прекрасно работают. Браво колледжу! Мне очень нравится. Я считаю, отличные условия. Между тем, учебно-производственный комплекс ММК активно будут использовать и после завершения ремонта основного корпуса колледжа. Второй курс у него общепрофессиональный цикл. Он предусматривает занятия в кабинетах. Только практикоориентированные занятия будут проходить здесь в мастерских. Это небольшое количество часов. А вот третий и четвертый курс у них в основном все спецпредметы идут, профессиональный цикл. И они будут предусматривать занятия в мастерских, лабораториях и кабинетах учебно-производственного комплекса. Чтобы студентам комфортнее было добираться к учебно-производственной базе, решается вопрос с дополнительным рейсом автобуса. А пока все идет своим чередом. Студенты активно готовятся к чемпионату профессионалы, региональный этап которого пройдет 20 марта в Муравленко. Татьяна Бойко, Сергей Лукович, Новости Муравленко.